Друзья, мы продолжаем наши крымские путешествия. Находимся мы в машине, сейчас едем из Ялты по южному берегу Крыма. Едем мы в одно интересное кафе для татарской кухни. Я вам обещала, что будет местная кухня здесь крымская. И сейчас постараемся осуществить наше задуманное. Как вы знаете, в прошлом выпуске нам немножко не повезло, куда бы мы не приехали, чтобы мы не хотели, было закрыто. Но, по крайней мере, надеемся, что это кафе, в которое мы сейчас приедем, открыто. Чем заменит это не очень примечательное кафе, находящееся в горах Байдарской долине? По нашему личному мнению, мы его никому не навязываем, там самые вкусные в Крыму чебуреки. Чебуреки это национальная, я даже не знаю, крымская, как это назвать, визитная карточка кулинарная Крыма, чебуреки. Если кто-то был здесь, в Байдарских воротах, наверху, мы сейчас сюда поедем, я все покажу. Там есть ресторан Шалаш. В этом ресторане Шалаш подают фирменную баранину у Байдарски, подают в горшочках, подают чебуреки. Мы поедем в идентичный татарский ресторанчик, идентичный, похоже на Шалаш. В Шалаш не поедем, там слишком пафосно. И мы нашли действительно еще одно место, которое не уступает по качеству кухни, но уступает по диким ценам. Там цены гораздо дешевле и интереснее. Это ресторанчик называется Орли. Еще раз повторяю, находится в Байдарской долине, в очень-очень живописном месте. Так что мы сейчас туда едем, поднимаемся к Байдарским воротам, посмотрим Форосскую церковь, которую мы вам показывали в прошлом выпуске. Помните, вот эта маленькая церковь, которая находится на таком утесе, над трассой. Вот сейчас мы туда едем. Смотрите, какая красота. Сейчас солнце уже заходит ближе к закату, и он подсвечивает горы. Посмотрите, насколько красиво. Даже через стекло машины передается эта красота. Эти величественные крымские горы. Справа горы, слева море. Да, такой вот он, южный берег Крыма. Друзья, хочу вам показать гору Кошку. Вот именно в этом ракурсе. Видите, как будто кошка наклонилась и пьет воду. Вот ушко кошки, голова. И вот она наклонилась в море. Видите? И силуэт, кто видит? Это вот гора Кошка. Вот так вот она выглядит с трассы. Вот это именно то место, где видно это очертание. Все, мы сейчас проедем, вот подъедем к ней, и уже это не будет видно. Именно вот это место, где она видна. Так что имейте в виду, что только с трассы видно. И когда вы едете со стороны Ялты. Ребятушки, мы подъехали к Форосу. Сейчас мы будем подниматься с трассы Ялта-Севастополь. Подниматься будем в горы с вами. По горному узкому серпантину. Вот. Над нами будут вот такие горы. Но это страшно и в то же время красиво. Я раньше боялась почему-то тут ездить, потому что здесь была раздолбанная дорога. Давайте посмотрим, какая она сейчас. Чуть-чуть выше будет, хорошая часть. Вот это Андрей говорит, что сделали дорогу. Давайте с вами проверим, как ее сделали. Начало серпантина. Вот над нами нависают скалы. Сейчас мы будем проезжать прямо вот под ними. Вот такой горный серпантин. А вы бы боялись здесь ехать? Как вам такая дорожка? Смотрите. Эта дорога ведет к Байдарским воротам. Такие символические ворота. Ну, как старый въезд, что ли, да? Какой-то символический въезд в город. Вот, честно сказать, кто-то... Ты не знаешь, Андрей? Что? Байдарские ворота, что символизирует? Въезд в Байдарскую долину. Ну, въезд в Байдарскую долину. Просто такая арка, как триумфальная. Блин. Сейчас посмотрим, короче. С вами вместе оценим эту триумфальную арку. Вот такой вот... Здесь очень красиво летом и очень красиво осенью, когда желтеют листья. Листья здесь на деревьях осенних. Такие красные, желтые, зеленые. Разных цветов. И это очень-очень живописно. Смотрите. Вот дорога и вот скала над нами. Просто огромная. Сейчас мы с вами подъедем скоро к Форосской церкви. На минутку выйдем. Я вам покажу, какой вид оттуда открывается. Видите, впереди виднеются уже купола позолоченные этой церквушки. Кстати, Андрей крестился вот в этой церкви именно. Вот мой брат. А я в Севастополе. Ну, очень давно это было. Андрей вот здесь вот крестили его. В осознанном возрасте уже. Церковь воскресения Христова. Я тебе говорю, она по-разному виде называется. А там она так написана. А у тебя написано в свидетельстве о крещении написано «Церковь всех святых». Нет, мы посмотрим, я тебе его зовут. А, это у меня написано все. Это я в другой церкви крестилась. Христианской. Я в другой христианской, а ты в другой христианской. Как будто ты в католической, да? Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво смотрится. Вот сейчас мы туда едем. Вот этим серпантином. Вот, смотрите, красиво. Сейчас такой вид забабахаем вам. Вау. Вот, смотрите. Классическая картинка. Крым. Породская церковь. Вот она. Друзья, сейчас я покажу вам эту церковь. Я покажу вам красивые виды. И мало того, что в этой церкви всегда играет потрясающе красивая такая божественная музыка. Мы сейчас вместе с вами ее послушаем. Знаете, такие, я не знаю, какие-то небесные голоса поют. Это очень-очень-очень красиво. В прошлый раз я тоже снимала. И, ну, это было очень давно. Многие, наверное, все-таки не смотрели наши старые ролики. Давайте все это обновим с вами и посмотрим все заново. Вот так она красиво выглядит. Стоит она на этом сёсе на высоте. И оттуда открывается потрясающий вид. Сейчас пройдем. Я немножко помолчу, потому что хочу, чтобы вы услышали эту прекрасную музыку. Слышите? 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 Субтитры создавал DimaTorzok На море с такой большой высотой. Внизу, вот вы видите прямо перед собой, это поселок, курортный поселок Форос. Я вам говорила о нем. И санатории, и пляжи, ну и сам по себе поселочек. Внизу это трасса, по которой мы ехали. Трасса Ялта-Севастополь. Вот на какой высоте мы находимся. Вот так она выглядит с другой стороны. Надеюсь, вам понравилось это место. Вот сейчас мы подъезжаем к этой арке, которая называется Байдарские ворота. Здесь находится еще и ресторан, заменитый, шалаш. Который я вам говорила. Вот они, видите? И сквозные там тоже нельзя проезжать. Мы снимали время про Бородину. Да. И здесь этот ресторан, сюда приезжают. Ребята, ну шалаш, ну кто не знает? Ну скажите, кто не знает ресторан шалаш? Кто был в Крыму? Обязательно. Давайте посмотрим, что продают в этих самых сувениры. Ребята, дуборезка здесь вообще нереальная. Видите, снег везде лежит. Хочу показать вам, что тут продают. Продают здесь вот такие вот мохнатики из кролика, да? Нет, это искусственные. Тапки. Варежки. А вот это вот эстегейки натуральные. Видите, натуральная такая кофточка. Потом всякие шкуры, видите, продают. Типа папахи. А вот, видите, что детей от экрана надо убрать. Всякие игрушки, носки 350. Видите, с натуральной шерстью. Всякие крымские чаи, страв. Вот варежки. Вот даже, видите, татарские, турецкие тапки. Кстати, здесь очень много изделий из можжевельника. Он очень хорошо пахнет. Кто знает, как пахнет? Ой, это потрясающе. Не знаю, хочу взять. Ну, я сейчас не буду уже. Потом перед отъездом куплю себе можжевельник. Кто знает, как пахнет можжевельник? Особенно вот, допустим, когда поставишь чайник горячий. Очень ароматный. Да, да, я знаю, спасибо. Когда поставишь чайник, оно усиливается запах. И такой приятный именно можжевеловый запах. Все продается здесь. Мед из цегейки, всякие детские тапочки. Видите, четки из можжевельника. Вот такие всякие сувенирчики. Продаются здесь на Байдарах. В принципе, показала вам. Хотела немножко пройтись. Москов. Ну, в общем, все зимнее. Все по сезону, скажем так. Вот. Кому шапка из мозгов? Каракуль похожа на мозги. А вот и снег, смотрите. У нас есть снег. Мы увидели снег. Приехали на юг и увидели снег. Смотрите, какой красивый лес. Незаснеженный. Мы сейчас спускаемся. Мы поднялись на самую высокую гору. Там, где Байдарские ворота. И сейчас спускаемся с другой стороны. Уже от... Кстати, видите, вот источник. Ну, вот здесь несколько таких источников, где можно набирать чистую воду родниковую, горную. Туда приезжают люди с бутылками, с баклажками пятилитровыми. Набирают себе воду. Источник. Пожалуйста, все бесплатно. И посмотрите, сколько снега. Для нас это тоже диковинка. Для Крыма тоже диковинка. И очень любим это место. Сейчас мы спустимся с вами. С Байдарских ворот мы спустимся в Байдарскую долину. Тоже это одно из самых красивейших мест здесь. Байдарская долина. Полностью окружен горами. Полностью окружен горами. Имеет свое водохранилище севастопольское. Вот где вся пресная вода севастополя. Это тоже красивое голубое озеро, это водохранилище. Здесь и горные реки, и горы, и леса смешанные, и хвойные леса, и лиственные леса. И все, ну как бы все радости природы. Сейчас, конечно, он не смотрится так, как летом. Потому что летом здесь такая густая зеленая листва. Все это нависает над дорогой. Такие делают тоннели, знаете, из зеленых веток. Сейчас, конечно, немножко смотрится это как бы серовато. Ну, все равно зато снег есть, понятно? Так, мы приехали в Байдарскую долину. Приехали мы сегодня пробовать татарскую кухню. Ресторан называется Орли. Кто его знает, кто знает. Пишите, друзья, кто здесь был, кто кушал. Я права, правда же, что здесь самые вкусные чебурети. Он выглядит как, ну, как ничто. Ну, обычное татарское заведение. Да, но людей здесь всегда. Летом здесь вообще не сядешь. Вообще. Ни в какой день недели. Так что давайте зайдем, посмотрим меню, закажем и будем наслаждаться. Пойдем с вами зайдем. Правда, никого нету. Возможно, он опять не работает. Может, работает, не знаю. Видите, значит, чебуреки 190, 160-190 за один. Есть говядины с бараниной. Есть смешанные чебуреки с сыром, с брынзой, с картофелем, с капустой. Вот это основная позиция, да, их чебуреки. Чем славится этот ресторан. Есть даже сладкие чебуреки. Дальше идет еда с огня. То есть здесь тоже вкусные делают и люля-кебаб, и делают шашлыки. Вот, видите, каре-барашка, шашлык из баранины, шашлык куриный, крылья-гриль, овощи-гриль. Вот, вот ценник. Смотрите. Дальше салаты идут. Чаи разные очень. Да, первые блюда. Значит, смотрите, лагман, шурпа есть. Это чисто татарские блюда. 390-370, вот они. Значит, дальше харчо, борщ с солянкой тоже на любителя. Ты сейчас будешь, что чай обалдеешь. Вот, смотрите, очень много всего. Сейчас мы закажем шашлык, попробуем, рыбное меню, салаты, авторские чаи. Посмотрите, сколько здесь чаев. Сбор. Шишечное варенье. Шишечное варенье, да. Вот, так что мы сейчас с вами закажем и попробуем. Андрюша с нами все. Все с нами. Дюша Метелкин. Так, чебуреки вот такие вот. Огромные. Чебурек. Смотрите, друзья, огромная тарелка, на ней огромный чебурек. То есть если вы закажете из трех чебурек, вы это все не съедите. Мы уже знаем по нашему опыту. Чаек мы заказали, знаете, какой, можжевеловый. Сейчас попробуем и оценим. Никогда их его не пробовали. Да, сейчас попробуем. Тут с местными горными искорицами, травами. Можжевельник и всякие травы. А Андрей заказал, получается, микс. Говядина, томаты и сыр, да? Трезочек, давай, пробуй чебуречки, говори. Ну ты, говори, вкусно. Ну еще попробуй, то есть маленький кусочек. Горячий, я не могу. Внутри аккуратно, друзья, если будете кушать, внутри это пар. Как помните из сады печи? Это очень похоже на турецкие сады печи. То есть внутри пар. Очень горячо. Будьте аккуратны, да. Помните, как мы всегда это снимаем, эти сады печи. Посмотрите, на троих у нас 1280. Андрюшина угостил нас, заплатил карточкой. Ням-ням, спасибо, Андрюша. Очень вкусное варенье, ореховое, с орехами. Очень вкусное, оно настолько необычное. Мы думали, что это такое, можжевеловый чай. Правда, честно скажу, можжевел там не сильно пахнет. А помнишь, у нас были целые такие булоки можжевеловые, они так пахнут? Я пока что показывала, не заметила, что я была сейчас в сувенирном магазинчике, там на Байдарах, и показывала эти сувенирные все штички. Я сюда была на другую галактике. Ясно, в общем вкусно. Друзья, смотрите, ценник на троих вполне себе. Это получается на троих мы заплатили 300 чем-то лир. Да? Ну, 350 где-то на троих. Хлотно покушать. 400 на троих? 400 на троих, это нормально. Это немного где-то по 100 чем-то лир на человека. Друзьяшечки, мы наелись. Спасибо, до свидания. Всего хорошего вас, спасибо. Летом здесь просто не сесть, просто не сесть. Видите, сколько тут еще павильонов? Вот там еще деревянные павильоны, вот такие вот. И вот там еще столики вот там, и столики вот там, и столики вот здесь. Поэтому, друзья, мы рекомендуем очень-очень это кафе. И локация будет, как всегда, в описании. Будете здесь, обязательно заходите на Чебуреки сюда. Ну, просто, это наше любимое место. Ведете вашим сторонам. Обратите внимание, вот село Орлиное. Посмотрите, все полностью газифицировано за год. Полностью. Везде газовые трубы. Все. То есть, мы были здесь год назад, здесь ничего этого не было. И они все, ну, обещали, что газифицируют. Теперь полностью это село газифицировано. Везде, по всем. Все, 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 все. Посмотрите, эти желтые трубы, они тянутся на все полностью в село. Ну, как бы сказать, это неплохо. Людей теперь есть нормальные газовые котлы. И все, теперь все, здесь тепло. Всю жизнь Орлиная была, как-то не знаю что. Всю жизнь обещали. Вот, пожалуйста. Вот я вам доказательства показываю. Видите? Субтитры сделал DimaTorzok